55 лет прожила первую колышку, сама строила дом. Я одинокий, старый баб. Мне 86-й год идет. Я эту жизнь не заслужила. Дина Лукмановна оказалась в числе 12 семей, экстренно выселенных в начале августа из собственных квартир. Выселенных, как уверяют люди, в никуда. Нас быстренько эвакуировали, кому-то предложили в общежитие, кто-то отказался. Мы через вот эти барьеры, ограждения, таскали вещи. Дом номер 20 по улице Московской, 59-го года постройки, под особым контролем находится уже 8 лет. В 2007 году появились трещины на фундаменте, трещины на фасаде. Причина образования трещин до настоящего момента непонятна. 21 августа было получено последнее заключение от специальной экспертной организации Бюро независимой экспертизы оценки. В котором звучит, что, к сожалению, дом дальнейшей реконструкции не подлежит, дом аварийный, его дальнейшая эксплуатация невозможна. На выселение из опасного дома людям дали всего пару дней. Юрий Вадимович уверяет, всем нуждавшимся в жилье переселенцам помощь была предоставлена. Из 12 семей только 3 обратились в администрацию с просьбой предоставить им помещение для временного проживания. Такие помещения были предоставлены, именно людям предложили проживать в общежитии УАО ММК. Остальные пока проживают у родственников, в садах, но пока, по крайней мере, обращений от них не было. У вынужденных переселенцев такое отношение чиновников возмущает не на шутку. Я вообще такое слышу впервые, чтобы люди, расселённые из аварийных домов в экстренном порядке, должны потом бегать в администрацию и требовать жильё. У нас многие бабушки туда ходили, когда, ну, как бы, по жилью узнавать. Баба Валь, что вам сказали вашей дочери? Не ходите сюда, слишком шумная бабушка. Поэтому наши бабушки боятся туда идти. Наталья уверяет, её бывшие соседи сегодня в прямом смысле вынуждены скитаться. Временное жильё, предложенное чиновниками, пятикомнатная квартира по Уральской, 28, никого из переселенцев не устроила. Мы ездили туда, смотрели, там ужасные условия, то есть там нет воды, там сломаны краны, там свинства, ну, просто туда только свиней можно пустить. Валентина Максимовна до сегодняшнего дня жила в садовом домике. Промёрзнув до костей, пенсионерка напросилась к сестре. Я пришла к сестре, мне говорят, а до какого ты будешь? Видите? Ну, как я могу сказать, до какого я? До каких пор люди будут оставаться без собственного жилья, не знают точно даже чиновники. Ясно одно, ключи от новых квартир первые переселенцы получат не раньше октября. Площади, опять же, своеобразные, специфичные. То есть там трёхкомнатные квартиры, 50 с небольшим квадратных метров, то есть сейчас практически нет строят такого жилья. Извещение о проведении конкурса уже размещено на сайте. В ближайшие дни будет объявлен уже конкурс на закупку этих квартир. Ожидаем, что выйдем на подписание контракта с застройщиками в конце сентября. И, соответственно, уже кто-то из людей у нас будет в октябре уже месяце переезжать. Кому-то придётся дожидаться окончания года. Эту квартиру нам предложили временно въехать до заселения в новой квартиры. Мы вот здесь были. Здесь вот что-то сделали на уборку, путили лампочки. Сейчас всех обзвоню, конечно, всех жителей. Кто-то, может быть, согласится здесь пожить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!